Жильцы дома на Хохряково-22 возмущены квитанциями за тепло. После перерасчета ресурсоснабжающей организации челябинцам стали приходить счета с огромными суммами. За октябрь с трехкомнатной квартиры жильцы должны отдать по 7 тысяч рублей. Нам что, выходить на голодовку, вставать здесь и голодовать со всеми вместе, так не должно же быть. То я пенсию заплачу половину за квартиру. И что будет, останется у меня полпенсии. Но я проживу 10 дней, больше я не проживу. В Уралэнергосбыте жильцам объяснили, что счета пришли за долги трехлетней давности. В 2019 году общедомовой прибор учета был выведен из эксплуатации. Кроме того, при начислении были учтены не все квадраты дома. В ходе проверки выяснилось, данные о площади помещений дома, переданные предыдущей ресурсоснабжающей организации, не соответствуют сведениям из Росреестра. При обнаружении ошибок всем жильцам дома были произведены доначисления за тепловую энергию за период с января 2019 по апрель 2022. Челебинцы подключили к проблеме управляющую компанию. Ведь именно они отправляют счета в теплоснабжающую компанию. Коммунальщики заявляют, что все показания передавались вовремя. Более того, принимались инспектором теплоснабжающей организации без каких-либо замечаний. Сейчас в компании идут проверки. Нашим штатам юристов мы анализируем те документы, которые у нас на сегодняшний день есть. У нас есть наши ведомости учета тепловой энергии, которые мы передаем. У нас есть сальдовая ведомость перерасчета, которую ресурсоснабжающая организация в адрес жильца выставила. Мы пытаемся их совместить для того, чтобы понять, какой же объем гикокалорий действительно израсходован домом для нужд отопления. Если окажется, что счета все-таки были выставлены неправильно, управляющая компания планирует договориться с УСТЭК о списании крупных сумм. Впрочем, энергетики уже грозят жителям отключениями. Старики, в свою очередь, подключили к проблеме прокуратуру и готовы на самые крайние меры. Если ситуация не разрешится, пенсионеры объявят голодовку.